В общем, целый день сегодня провозился с аммонерами, чтобы все же обещанный видосик вам, ребятки, выпустить. Можете за это дело поставить лайк, я реально просидел сегодня здесь, ну, порядка, скажем так, часов, часов четырех уж точно, как ни крути. А еще нужно вызванивать, вытаскивать ГМ, за что большое Юме, естественно, спасибо, X4, так сказать. Ну и, в общем, сегодня мы узнаем, наверное, попробуем подумать, во всяком случае, о том, какой самодер у нас лучше всего будет вам подходить. Но, как вы видите, перед вами СХ, перед вами совершенно не самодер, и зачем нам нужен сегодня СХ. СХ нам не нужен, в принципе, как таковой, но для сравнения очень даже неплохо подойдет, по большому счету. И, наверное, в конце ролика я просто покажу вам... Хотя нет, давайте я просто сходу буду все это дело озвучивать, а в самом начале ролика покажу вам таблицу. В общем, с использованием четырехзвездной книги СХ за 10 минут в ХС делает при вот таком вот проценте опыта 46,8 миллионов опыта. Без использования четырехзвездной книги Метеора делает 42,6 миллиона опыта. Для чего нам нужны эти цифры? Эти цифры нам нужны для сравнения. Также, при том, что шмот сейчас весь на СХ, давайте сразу обозначим весь буст, который мы сегодня использовали. Самонеров я проверял и в физ, и в макбилде. Я изначально, когда еще только была вот эта вот профилактика, ну, стрим во время профилактики, я сразу сказал о том, что самонеры в физбилде это... Жижа, мягко говоря. Вот, но, тем не менее, многие люди нашлись, которые... Нет, ты что, Максим ФС, он такой классный. У ФСа есть баф, слуга, убийца. Он такой убийца, он всех убивает, типа, и так далее. Вот эти вот смешные, смешные люди. Я скажу так, относительно физбилда на самонера. Физбилд на самонера, наверное, имеет место быть на самых-самых-самых-самых-самых каких-то начальных этапах развития вашего персонажа. Но, учитывая, если у вас там уже есть какой-то буст, который позволяет вам взять себе, допустим, венец от 5 и выше, да, если вы там уже не проседаете по мане, а это тоже довольно-таки легко делается, то вы спокойнейше переходите на магический билд, и это все у вас происходит гораздо более профитно. Как вы видите, здесь бустяка средняя, вот такие вот камушки, которые вы уже ценили, вот такие вот талисманы. Ну, скажем так, хороший, крепкий середняк, вот как ни крути, да. Вот, кроме того, для физбилда мы еще использовали БВ Heavy Set. Есть пассивка у самонеров, которая якобы дает плюс 25% к скорости атаки, если надет Light Set. Не работает эта пассивка, можете проверить на своих самонерах, не прибавляет ничего. Немножко больше скорости атаки становится, потому что БВ у нас делала минус ловкость, а здесь идет плюс ловкость. Ну, а это не 25%, совершенно так, просто тьфу, фигня, при том, что кап скорости атаки разгоняется довольно-таки легко, вообще неинтересно ничего разгонять, кроме силы, поэтому именно в силе мы все это дело бустили. Кроме того, Гермалом Баюма сейчас в нем магические исашники, но так в целом они были физовские. На силу критов, вроде бы, и на вероятность критов, по-моему, и просто на физатаку, потому что нам нужны были именно автоатаки, а не удары с физскиллов, потому что физскиллов здесь нету. Ну, а весь буст, весь, ну, остальной точно такой же. Единственное, вот шапочку я еще одел, потому что венец для автоатак, он абсолютно бесполезен. Шапочка у нас вот такая вот прикольная на плюс 3 силы, вот, что очень классно и удобно. В общем, физбилд заключался в БВ-сете Гермалома Баюма и Белой Бескозырки. Маг-сет вот сейчас прямо здесь надет, вот так вот его можете оценить. Соответственно, давайте переходить к саммонерам и, наверное, наверное, самого сладенького, самого интересного коня мы оставим на потом, на самый-самый-самый конец и начнем с Человека-Призывателя. Значит, как я проверял физбилд с использованием 4-звездной книги, физбилд без использования 4-й книги, да, маг-билд с использованием ее и маг-билд без использования ее, чтобы проверить вообще, насколько там, что, где, как зависит. И сразу говорю, что физбилд идет в жопу, в физбилде даже с использованием 4-звездной книги мы, в общем-то, не дотягиваем даже до половины того, что фармит СХ без использования 4-звездной книги. Физбилд, ребятки, забейте. Вообще не варик физбилд юзать на саммонера, это совершенно неинтересно. Это вот только самые-самые-самые-самые-самые начальные, как только есть там пятый венец, ребятки, уже переходим к маг-билду. Даже при том, что есть вот такой вот как бы там на физатаку у нас типа суперселф, все это фигня, все это не работает вообще, забейте. И 4-звездный призванный какой-то вот этот вот слуга, он в плане физатаки конченый абсолютно, с руки он ничего не наносит совершенно. И главной его фишечкой она заключается в том, что он дает нам, значит, вот такой вот интересный, значит, бафчик, который вы не видите за вебкой, прикольно. Вот такой вот прекрасный бафчик, который нам докидывает, в принципе, неплохие статы к нашей маг-атаке. К физатаке к нашей, если бы он что-то подобное накидывал, все равно бы было все плохо, потому что на физатаку не влияет венец. Так уж работает. Значит, кот у нас делает, значит, в физбилде без 4-звездного кота 15 лямов опыта, с использованием 4-звездного кота 19 лямов опыта. В магическом билде без 4-го кота делает 38, что уже сразу сходу больше в 2 раза, нежели чем даже в физовском билде с котом 4-звездным. И далее, значит, в магическом билде с использованием кота он делает более 50, значит, миллионов опыта. Ну, по всей видимости, из-за вот этого хорошего бабчика. Что интересно у нас про кота, на самом деле кот, ну, скажем так, самый пососный, честно говоря. Вот. Из того, что он может делать прикольно, он пассивно, значит, при автоатаках. Вот этот вот император кошек у нас рутит таргеты, насколько я понял. И это, в принципе, очень даже неплохо работает. Вот. Ну, а так все. Как бы за кота играть наименее интересно. За призывателя кота можно, конечно, попробовать призвать вот так вот королеву кошек. И вроде как она даже дает некоторые бабчики. Так. Фигня полнейшая. Физ-атаки все равно ничего наносить не будут. Единственное, что кот несколько за счет вот этих вот бабчиков, да, Немножечко более интересен на ранних стадиях в физ-билде. Дальше хз, 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 хз. Типа, зачем его брать, я не особо понимаю. Разве что вы, не знаю, даже вообще что предположить. Да, не понимаю. Ну, типа, на ранних этапах кот будет развиваться быстрее, чем другие пацаны. Но этот ранний этап у всех очень быстро пройдет, на самом деле. Если, наверное, наверное, если вот конкретно без доната хотите развивать себе персонажа, Возможно, имеет смысл вот завести именно что у кота. Наверное, вот для самых таких начинающих, для самых малюточек кот будет наиболее интересным. Все, не хочу больше даже на него смотреть. Пацаны, давайте будем переходить к ФС. К фантом-самонеру. И, значит, у ФС, ребятки, конечно же, есть вот такая вот креветка. А есть теперь, получается, вот такой вот призрачный лорд. Который, в принципе, тоже поднакидывает нам точно такие же статы к нашему магическому урону. Ну, а больше, в общем-то, сказать и нечего. ФС в физбилде без использования четвертого самона делает нам 18 лямов опыта за 10 минут. Значит, с использованием четырехзвездного самона делает 22 800 за 10 минут. В маг-билде делает 43 ляма без использования четвертого. И, значит, с использованием четвертого делает 53 300 лямов. Вот. Круто, классно. Вот такой вот у нас слуга-убийца. Но убийцей этот слуга он совершенно не становится. Четырехзвездный скилл ФС у нас позволяет уменьшать резисты атакуемого таргета. Но у нас нету таких контролей, которые будут как-то все это дело, в общем-то, реализовывать. Поэтому ФС, наверное, это, опять же, такой вспомогательный дядька, который будет бегать где-то на периферии и потихонечку что-то издалека накидывать. Единственное, что про него можно, наверное, отметить, что он у нас получше кота идет в физбилде. Немножечко, совсем чуть-чуть. Значит, и по показателям, опять же, вот этого вот в магическом билде он идет получше кота. И он, наверное, максимально самостоятельный в PvP в целом, возможно. Потому что, ну, четырехзвездная книга, на нее забейте, вы ее никогда в жизни не увидите, скорее всего. Однако есть вот такой вот у нас классный молох. И, соответственно, в PvP можно использовать его агр, его отвлечение на себя и так далее. И, в общем-то, за счет этого чувствую себя классным пацаном. Вот, в принципе, в принципе, в принципе, в принципе, самое прикольное про ФС, еще что можно сказать. Он наносит больше в маг-билде урона, нежели чем СХ. Ребятки, это реально так. А для этого ему даже сам, ну, призванное вот это вот существо по факту не нужно без использования четырехзвездной книги. Что там, что там. ФС наносит больше урона, нежели чем СХ. Вот это прикол, ребятки. Вот, поэтому, в принципе, в принципе, присмотритесь к нему ФС, довольно-таки неплохой. Вот, ну и далее у нас идет конь. Нужно отметить, что четырехзвездная книга, вот, которая нам позволяет призывать вот этого вот супер-единорога, стража. Значит, автоатака у него станет противник. Вот, вроде как, не знаю, не увидел ни одного застаненного противника. Если уж на то пошло, наверное, рут, который прокидывает код, будет гораздо более профитным. Что здесь можно отметить из прикольных, значит, штук? Смотрите, вы призываете вот такого вот единорога-стража, бафаете с него благословение стража. Вот такое вот, которое вам накидывает очень много всего. Далее вы призываете, ребятки, Серафима. Значит, и Серафима можно будет еще бафнуть вот такие вот прикольные тоже бафчики. И они друг друга не отменяют, хотя, по идее, должны отменять. У кота, допустим, судя по описанию, все отменяется. Вот, и итого мы получаем, ребятки, мага-атаку 30, время при зарядке минус 10. Потом еще восстановление МП 30, шанс крита магии 25. И тут еще мага-атаки 30. И еще, значит, процентики мощности умений, шанса критов, силы критов и минус время при зарядке. То есть все это дело стакается, все это дело офигительно работает. И при наличии 4-х звездной книги, ребятки, вы, барабанная дробь, один хрен наносите примерно столько же, сколько СХ, не смотря... Столько же, сколько ФС, не смотря на то, что у вас продублированы вот эти вот бафчики. Я когда тестил этого персонажа, ему не хватило единички интеллекта, поэтому я докинул ему еще свиток Берсерка, и со свитком Берсерка он наносит 56 лямов опыта. В общем, зарабатывается за 10 минут в ХС, значит, а без вот этого вот 4-го коня и без его баф, соответственно, зарабатывается 47. Но начнем с того, что ему сложнее всего разогнать интеллект. Это первое, вот, это вообще не тривиальная совершенно задача, не то, что на ФС. Но вот, во-вторых, топовые цифры по урону у него получились только с использованием свитка Берсерка, который нам накидывает еще, значит, магическую атаку и накидывает нам еще силу умений. Вот, поэтому, как бы, хреново знает, что это за затея, тем более на АФК-фарме вы не сможете без макроса мышки постоянно поддерживать вот такой вот набор бафов, тем более вам нужно будет крайне как-то скрупулезно отнестись к разгону интеллекта, возможно, его здесь разогнать на 90, но, блин, как-то вообще такое. А учитывая, что четырехзвездной книги у вас не было и, скорее всего, не будет, как и у 99% игроков Роффа, в общем, конь такой себе, даже не знаю, что сказать. Единственное, что фармит он тоже поинтереснее, нежели чем СХ, даже без четырехзвездной книги, даже без вот этого, ну, скажем так, разогнать интеллект без использования свитка Берсерка, он будет фармить лучше, чем у СХ, ну, у СХ там есть свои некоторые приколы. Вот, что можно, в общем, сказать про самонеров, нужно ли ими играть, ребятки? Да хрен его знает. Вот, я даже не знаю. Самоны, вот, кроме разве что вот этого вот Серафима, и разве что, ну, хотя, да не, но у всех есть свои приколы. В принципе, самоны некоторую свою вот эту вот лепту вносят. Здесь, допустим, у вас идет хороший бафчик на увеличение ваших характеристик, хотя, опять же, темный самон наносит примерно столько же и без этих бафов. Темный самон, значит, может призывать тень, которая на себя отагривает противника, но, опять же, на топовых уровнях эта тень совершенно бесполезна, потому что она будет отлетать слишком уж быстро. Вот, ну, а кот, он самый недомажный, и, как бы, и хрен его, опять же, знает, зачем он нужен, кому. Но все они очень хорошо, кроме кота, бьют магией, даже бьют магией сильнее, чем, блин, маг СХ. Вот, такие дела. Я не знаю, что сказать. Все это очень как-то неоднозначно. Физ билд вообще никак не работает. В магическом билде мы сильнее, чем некоторые маги. За кого бы я начал, наверное, играть в плане самонеров? Даже не представляю. Наверное, все же за ФС. Вот, потому что, ну, просто как маг, он лучше, чем все остальные. А призванные существа, кроме четырехзвездных, у всех, как бы, хреновенькие. Ну, хотя сейчас они прокачиваются и выше 85-го уровня, но дамага они никакого наносить не смогут. Ну, наверное, да. Наверное, лично для меня был бы ФС приоритетнее всего, потому что, как минимум, там есть вот эта вот тень, которая агрит на себя противников в ПВП. Вот, и как-то плюс-минус это все адекватно. Вот, в общем, такие дела, ребятки. Невнятный реворк самонеров. Непонятно, зачем они нужны все еще. Каких-то глобальных функций они не выполняют. Единственное, что вот бич-магов и бич-воителей у всех у них появился. То есть, накидывать дебавчики, бегать вокруг толпы врагов. Возможно, вот эту вот слабость еще постоянно прокидывать. Ну, и иметь неплохую выживаемость при условии, что вы само на своего где-то там за углом оставили, чтобы ауешки на вас обоих не проходили. Постоянно перепризываете, скидываете на него 58% повреждений. В общем, такой ультимативный, ребятки, уменьшитель скорости всей, которой только возможно. Больше каких-то действительно интересных функций я здесь вообще не вижу. Ну, призабете кого-нибудь по приколу к себе. Всем большое спасибо за внимание, ребятки. Не знаю, что еще сказать про самонеров честно. Совсем скоро увидимся в следующих роликах. Всем пока.